Флаг Приморского края побывает на Северном полюсе. Десятиклассник из Владивостока Владимир Глинщиков стал победителем всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний-2023». В августе этого года он отправится в научно-образовательную экспедицию в Северное полушарие. Главный государственный символ региона юному приморцу передала министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова. К Северному полюсу Земли на атомном ледоколе «50 лет победы» отправятся 68 умных и талантливых российских ребят. Экспедиция пройдет по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа, Мурманск. По словам Владимира Глинщикова, его интересует история и IT-технологии. Эти увлечения помогли ему одержать победу во всероссийском конкурсе, для которого он снял видеоролик на тему изучения Арктики. Я ехал в машине, октябрем это было дело, и неожиданно в параде заявили, что есть такой вот конкурс, вы можете в нем участвовать, он проводится в Росатому, вы попадете на Северный полюс, если его победите. Я загорелся этой идеей, как только вернулся домой, я начал читать про этот конкурс. Оказалось, что для того, чтобы пройти конкурс, нужно там сначала пройти викторину, и по итогам викторины выделяется 90 человек на каждые три темы. После этого из этих 90 человек получится всего 18 человек по сервисам того, что нам нужно снять видео на какую-нибудь тему, связанную с Арктикой и ледоколами. Я снял про атомные ледоколы на фоне наших ледоколов в Владивостоке, ну и надо было подождать, я долго ждал, нервничал, и в один прекрасный день я узнал, что я победил. И вот так, наверное, я ждал от конца осени, всю зиму, и вот теперь через несколько дней я еду на Северный полюс. На борту ледокола участники познакомятся со сверстниками, получат много научной информации, обретут новые навыки и создадут проекты на основе полученных знаний. Во время путешествия ребята познакомятся с красотой Арктики и примут участие в образовательной программе, посвященной мирным атомным технологиям, а также 150-летию открытия Земли Франца Иосифа и 90-летию Северного морского пути.